Ребят, всем привет! С вами Inspire99 и в сегодняшнем видео мы с вами разберем аукцион и те возможные танки, которые появятся на этом аукционе. Я пересмотрел несколько видеороликов от разных блогеров, да, попытался взять понемножку от каждого, да, более-менее что-то объективное, плюс еще поковырялся на танк с GG. Очень классный сайт, на котором заранее некоторые машины выходят, которые можно посмотреть, их даже еще в клиенте нету. Ну, в общем, вы меня поняли, поэтому все мы с вами сегодня обсудим и поймем, на что ставить, на что не ставить. Видос я не буду смотреть, думаю, вы его тысячу раз видели. Самое главное, что нужно знать, все это начнет с 16 по 20, то есть будет всего 5 слотов. Ставки начинаются с 12 по московскому времени и до часу, то есть 13 часов. Поставить, в принципе, без разницы, где вы живете, в Москве, да, или во Владивостоке, у вас время как бы на все это есть, то есть с этим проблем не будет. Лоты будут все открыты, то есть вы можете смотреть, ну и в принципе, да, зайти там, что-то поменять. Если ваша ставка не сыграет, то в принципе все вернется. Что написано у нас здесь, да, из чего нужно составлять в принципе вот этот список, который я составил. Каждый лот это грозная высокоуровневая машина с высокой коллекционной ценностью. То есть, соответственно, что такое высокоуровневая? Ну, это уже начиная, наверное, от 8-го в приоритете 9-й и 10-й левел с высокой коллекционной ценностью. То есть, соответственно, это те машины, которых на руках, ну, немного. Или, возможно, вообще нету. То есть, да, если коллекционной, соответственно, то что значит какие-то новые тачки будут, которые будут пополнять вашу коллекцию. Вас ждут как совершенно новая техника, да, так и та, что уже давно в игре. А некоторые обладают уникальными стилями, основной для которых стали мифы и легенды из стран мира. То есть, что нам из этого всего дает? То, что будут танки, во-первых, это 8-й, 9-й, 10-й левел. Это раз. Во-вторых, совершенно новая техника, то есть ее вообще в игре еще не было. То есть, какие-то новые машины, так и старые лоты. Да. Но, а некоторые будут из них обладать еще стилями, для которых стали мифы и легенды. Давайте разберем сначала вот это, то, что написали. Первое, я поковырялся, нашел несколько. Вот один танк, это 121Б, король Безьян, Манкин Кинг. То есть, это на китайском, да, и на Европе вроде бы будет. То есть, вот такая вот тема. Поэтому вполне себе вероятно то, что этот танчик может взглянуть. Ну, брать его ради стиля вопрос спорный, да, мне кажется, проще забоны. Хотя, тут уже каждому свое. Но, может быть, такой вот быть вариант. И вот этот второй вариант мне очень нравится. Это WZ-55 Готик Варион. Вы, наверное, видели его, да, уже многие обсудили. Короче, обычный Ваза, только вот в таком вот стиле. И тут на любителя. Но у него только исключительно барабан. Не более того. В принципе, как вариант, что один, что второй танк. Просто стиле набахали, хоп, засунули. Игроки все свое там серебро, голду или в чем-то его будут продавать. Отдадут. Ну, насчет 121 спорно. Но вот Ваза, это точно ваш вариант. Потому что Ваза потрясающий танк. Если вам нравится обычный Ваза, ну, не знаю, спорно брать второго или нет. Но для тех игроков, которые очень хочут танк, да, но при этом качать ветку не хотят. Это идеальный вариант. Короче, WZ-55 Готик Варион. То есть, вот эти два парня со стилями прям вписываются 100%. Если 121Б лично для меня 50 на 50, то почему-то насчет Ваза я уверен на 100%, что он займет точно один лот. 100%. Следующий вариант. И здесь можно, ну, максимальное количество машин напихать. Всякие-всякие вообще различные, разные. Но я бы собирал вот такие вот. Первый, это Объект 257. Это танк 10 уровня у нас. Он, как бы, еще не появлялся. Напоминает он, естественно, Объекта 257. Только 10 уровня, да, более, скажем так, интересный вариант. Можно ознакомиться с ПТХ. Ну, как бы вопрос спорный. Да, тяжик и тяжик. Наверное, ничего такого суперестественного. Но, как вариант, может вот такой вот танк появиться. Следующий, это Объект 707-7 динамически. То есть, это у нас тоже будет танчик 10 левела. Ну, не знаю, кто захочет его прям. Потому что у нас есть девятка, как бы, и сильно она большой какой-то популярностью не обзавелась. Да, нет-нет, попадается в рандоме. Но, не более того, я бы тоже к нему не стал присматриваться. То есть, такие варианты, как бы, есть. Идем дальше. Объект 780. Почему нет? В принципе, да, было недавно конструкторское бюро. Блеона попытались. А тут с новой оборудкой этот танк может заиграть по-новому. Их немного, да, как бы, все вписывается в то, что совершенно новое. И та, что уже давно в игре. А, возможно, это отсылка, вы поймете к чему. Вот. Поэтому, как вариант, Объект 780, я считаю, что, в принципе, может быть. Но, наверное, не будет. Но, как варик, да, как вариант. Один танк из конструкторского бюро. Раз. Второй впихнули. И уже вот два лота, как бы, заняли. Окей, хорошо. Т-95 Чифтен. Да, ну, это немножко другой. То есть, у него видно вот такую вот кумбашинку. Что-то похожее будет на Чифа со склонением орудия в 10 градусов. Но при этом будет кумбашинка. Вот на этом лоте, если его введут в продажу, да, у него здесь немножко другая альфа. Это танк 10 уровня. Вот. Все-все-все остальное. Стабилизация хорошая. При этом он будет более мобильный. То есть, за этот танк, если уж его введут в голде или там в чем угодно, за этот танк люди поборятся. Потому что Чифтен это уже, значит, как бы успех для многих, да. Не считая то, что есть еще девятка плохая. Ну, такой вот танк. Только, скажем так, более мобильный Чифтен, но при этом с более большой кумбашинкой. То есть, есть вот такой вот вариант. Но я их позабавлял. ВЗ-55 Готический Войн. Этот танк мы уже обсуждали, да. Как бы отсюда мы эти картинки видели. Насчет Ваффентрагена, почему-то я уверен. Вот, не знаю, у меня есть такая чуйка. Почему? Во-первых, и те, что уже давно в игре. Давно в игре, но их никого нету. Правильно? Их ни у кого нету. А тут был у нас все-таки режим с Ваффентрагером. Многие его покатали и поняли то, что рандом этот танк не ломает. Понятное дело, что раздавать там 1050 экземпляров, 50 тысяч экземпляров, не нужно. Потому что их слишком много будет в рандоме. А вот 1010, если в принципе дать на руки игрокам, то какое-то время поиграет и утихнет. Ну, где-то нет-нет, разнообразие будет. И то есть их как бы вот плавно-плавно-плавно во флю ведут в игру. И это будет... Вау, ты что? Ваффентрагер ввели в продажу. Это же будет, ну, просто огромное количество хайпа. Возможно, какие-то даже старые игроки, да, могут ради этого вернуться. Ну, очень тяжелая теория, но как вариант может быть. То есть для меня вот 121b, потом вафля, возможно, 700... Ой, не 121b, ВЗ-55, вафля и вот 780, что-то вот похожее. Может быть, 121b даже будет. Объект 2685. Тоже он один раз появлялся, как бы его ввели. Ну, и в рандоме никто не играет. По сути, это тот же самый Т110-4, условно говоря, да, со своими какими-то ништяками, особенностями. Вот, ну, не более того. То есть, как бы, танк есть, есть. Он сильно звезд в небо не хватает. Просто если выйдет, как бы, знаете, его вроде бы на черном рынке водили. ТЛ1... ТЛ7. Это премиум американский вот такой вот танчик будет. В принципе, как вариант, даже неплохо. Да, какая-никакая здесь броня есть. Но опять у нас огромная, просто колоссальная здесь кумбашинка. Вот такая вот табуретка. Как у любого американца, пушка отменно склоняется вниз. Можно будет что-то пострелять. То есть, ну, вот такой вот у нас будет интересный тунчис, который будет под полтос ехать. Ну, вот как-то так. Не знаю, будет он или нет. Отвратительная стабилизация, которая здесь 0.28, 0.28 базовая показана шли. Такое, это же совершенно отвратительное. Но, как вариант, вдруг, если будет, ну, не знаю. Я здесь какие-то супер-бы не вижу. Компанзер-3 Проджект, ну, Проджект, наверное, 0.7 ХК. То есть, вот такая вот может быть у нас еще тема. Да, в принципе, мобильная очень. С такой вот альфой. Такая вот прикольная. Ну, как бы что-то, что-то вот такое вот непонятное. Я просто нашел здесь на ресурсах. Как бы все можно ожидать. Поэтому я добавил потенциально возможные аппараты. Здесь 45 миллиметров рикошет. Соответственно, по правилам трех калибров. А здесь нормальный такой калибр нужен будет, чтобы этот тунчик пробивать. Как бы вариант, то, что может быть еще и вот этот танк. Следующее. Это FV4201 Чифтейн Прод. Ну, это танк 9-го левела. Если он выйдет, я вам максимально советую. Концепт. Фаза разрывает его на раз-два. Потому что это комбашенка. Даже если вы играете от УВН, ее все равно видно. И голдой сюда он бьется. То есть... Ну, короче, я не могу сказать, что это замечательный танк. Ничего в нем такого супер-хорошего нет. Он и ромбом не может танковать. Поэтому не советую. Объект 705-2. То есть, такой вот танчик. У него вроде бы башня качающаяся. То есть, да-да-да, видишь, она какая будет. 8 градусов. То есть, он такой вот смешненький, будет интересный. Не знаю, стоит ли не стоит. Тут вопрос-то ваш. Сильно на красавца он, конечно, не походит. Но, как вариант, то, что появиться тоже может. Просто я, как бы, по всем этим танкам я еще их сильно не обозревал. Да, чтобы какую-то составлять здесь общую картину. Т-54 Heavy танк. Да, вот такой вот тяжелый тунчик. Который имеет вот такую комбашинку. Типа тот же самый ренегат. Только, ну, скажем так, щеки наел. И вот такой вот он появится. С альфой в 450. С пробитием в 240. Да, какой-никакой ДПМ здесь есть. Стабилизация вроде бы вот здесь более-менее сносто. Здесь она, соответственно, плохая. УВН здесь можно посмотреть. Да, и все остальное. Ну, вот как вариант, то, что такая вот девятка премиумная может появиться. Объект 590. Даже вот такой вот я нашел средний танк. Как я понял, да, что он себя вот такое представляет. Как будто башню от СТУ ЛТ взяли. Или, ну, короче, что-то такое вот непонятно. Что он из себя будет толком представлять, не знаю. То есть, как вариант может тут такое появиться. Вот такие круги есть. Ну, как варить, ну, не знаю. У меня пока на это сильно не идет. У ДС-03 Альт-3. Насколько я знаю насчет этого танка, вроде бы уже давно разговоры ведутся. Конечно, я могу ошибаться. Но все-таки, да, броню никакой не хвастается. Соответственно, скорее всего, упор делается в орудии. 360 Альфы. 252, блин, пробитие. Точность, как бы, посредственно. Но при этом можно... Ух ты, какая стабилизация 0.6. Наверное, от поворота корпуса, да. То есть, это, в принципе, будет очень хорошо. От поворота башни, скорее всего. То есть, можно будет попробовать раскачать. Будет вот такой вот некий снайпер. Что у нас по голде? 284, но это слабовато для девятого уровня, конечно. Т-22 средний. Почему бы и нет? Танк давно в игре есть, да, как и здесь написано. Вот. Вот там получали за... Я не помню, что там было ЛБЗ или что там. Какой-то режим был, где много было подставных боев. В общем-то. И потом его ввели. Я его взял. И как-то на нем поиграл. И очень тяжело. Потому что с 5 градусами УВНов делать нечего. Его уже все научились пробивать. Столько имп в рандоме появилось, что Т-22 уже не кажется таким прикольным, интересным танком. Но, конечно, то, как он может ромбовать, да, вот. Под вот такими вот углами выставляться, и вы ему ничего не сделаете. Это, конечно, редкая особенность. Такого, как бы, не каждый танчик может себе позволить. Поэтому, как вариант может появиться. Чифтейн МК-6. То есть, оказывается, огромное количество чифтейнов. Всяких разных, да, появилось у нас в игре. Здесь уже есть кумбашенка, но она реально не такая большая, как и того. И если как-то играть от УВНов, то, в принципе, ее и не так-то уж сильно видно будет. Но пытаться, пытаться можно туда пробивать. Но потенциально я бы, конечно, не хотел, чтобы танк был в игре. Потому что, ну, кумбашенка-то кумбашенкой. Но у него ДПМ-то трешку идет. И если его, как бы, здесь собрать, раскачать, это получается прям совсем не смешно. То есть, смотрите, мы вот так вот жахаем. Мы жахаем, допустим, сюда какой-нибудь досылатель и какой-нибудь вентиль. Даже базово ставим. Получаем уже вот такой вот ДПМ. А если сюда в инструкцию запихнуть досылатель, 3.783. Но это не смешно. При такой альфе, да, это, типа, замена суперконя будет. Но при этом со скоростью. Да, и при этом с неплохой, скажем так, стабилизацией. Здесь можно поиграться. Какую-нибудь систему управления огнем поставить, да, из эксперименталки. Если уж такое выйдет. Хотя, ну, я очень сомневаюсь в этом. Он будет 47 ехать. И будет обладать, в принципе, потрясающей стабилизацией. Да, прокачать еще полевую. То есть, ну, я бы не хотел, чтобы такие машины появлялись. Потому что они просто заполонят рандом. 121Б, ну, как я и говорил, вот в таком вот китайском стиле. Ну, и какой-то танчик я еще один нашел. М48А2Т54Е2. Но я не знаю, что это такое, для чего и как. Это, наверное, вряд ли появится. Что-то такое похоже под М60. Но я даже это рассматривать не буду. Просто его отнес. Потому что вот так вот он и есть. Что по итогу? Что, думаю, будет, ну, вот, на аукционе? Лично мое мнение. Мне кажется, WZ-55, леготик варе, он будет 100%. Почему-то. Я почему-то думаю, что Вафля будет. Это будет лот, ну, не провальный. Но при этом, скажем так, игроки, которые вот старых времен захотят себе Вафлю. И которым Вафля понравилась из режима Ваффентрагера, да. После того они много катали. Они зато Вафлю вывалят, скажем так, нормальную пачку баксов. Ну, в кавычках. Два танка, третий. Либо 780, либо 121Б, я думаю, будет. Вот. Ну, и два каких-то новых танка будет. Я думаю, будет прем. Либо 8-го, либо, скорее всего, то, что 9-го уровня. Многие говорили там Бураск, Праджетта, Шкод Т-56 и все остальное. Вроде бы, как бы, да. Но, с другой стороны, в чем логика тогда была водить? Где эти новости? То есть, как бы, с одной стороны, вроде бы, все это прикольно. А где здесь трейдин? Да, то есть, водить вот эти какие-то машины имбовые вроде бы прикольно. С другой стороны, но мы их сдаем. Ну, как бы, короче, не знаю. Для меня это очень странно. Вот, скорее всего, не думая, что какие-то там Шкоды, Праджетты, БЗ или что-то есть. Я у Сергея вспышки услышал про E-25. В принципе, да, как вариант ее там где-то вроде бы продавали. Но она не, скажем так, не укладывается в момент, который написан здесь. Высокоуровневая машина. Седьмой уровень это невысокий уровень. С высокой коллекционной ценностью. Каждый, причем каждый лот пишет, это грозная машина. Высокоуровневая машина с высокой коллекционной ценностью. То есть, каждый танк, который должен выходить, он должен быть, ну, типа, имбалансным. Да, это грозная машина. Поэтому как-то так. Я думаю, то, что вафля будет, будет WZ-55 Готик Варион. Потом будет либо 780, либо 121Б. В принципе, наверное, даже 121Б. То есть, смотри. А некоторые обладают уникальными стилями. То есть, не некоторые, а некоторые. То есть, как минимум, наверное, два танка будет. Ну, и как раз, наверное, 121Б будет и WZ-55 Готик Варион. Вот, наверное, вот эти два танка вафля. И там что-нибудь подкинут, что-то новенькое. Я приблизительно думаю так. Какие-то новые танки. Приблизительно как-то так. Вот, поэтому не забывайте подписаться на канал. Все это мы будем стримить ежедневно с вами, да. 16 февраля мы будем подрубаться часов в 11. Может быть, в 10.30. Все это мы будем с вами стримить, смотреть. И в прямом эфире будем разбираться, стоит или не стоит эти танки брать. Ну, и видосы потом, соответственно, тоже по каждому из лотов будут выходить. Поэтому самое главное, не пропускайте это. Подписывайтесь на YouTube канал. Ставьте лайк. Пишите свои комментарии. И заглядывайте в Telegram, который будет в описании и в комментариях. Потому что там мы разыграем голду. А это очень-очень важно. Ее может выигрывать практически каждый у меня. Всем большое спасибо. Берегите себя. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok